Измерительную систему мы живем в квартире, которая меряется метражом. Метр к нам нет никакого отношения. Почему? Потому что на Руси была совсем другая измерительная система. Система была, вот смотрите, например, что я возьму на это здание, что я, например, возьму за основу, что я хочу померить, что через что. Я возьму пол, вот липка, пол, большой объем. Я возьму краску стен. И если я делаю пальцем вот так ткнул, пол и стены ткнул, взял как информацию. То есть большой объем отношения к этому пространству. И я начинаю качать эти пальцы. И где-то пальчики споткнутся. Вот это будет матрица к этому объему матрицы. И я эту матрицу перемерю еще раз здание. И как только я перемерю длину целевую высоту, появится импульс. То есть что значит импульс? Появится космический импульс, и пространство начинает пульсировать. Пространство начинает пульсировать. Если оно измерено метражом, она просто молчит. Посмотрите, сколько предметов всяких разных. Огромное количество. А у каждого предмета разная длина волны. И если мы метражом меряем, мы все как бы испепеляем. Нас когда в роддоме встречают, чем? Линейки встречают. Нас от космоса оттекает. Потому что мы с вами косметия. Измерительная система. Знаете за что зацепитесь? В старое доброе время были портные, которые меряли костюм. Шили какой-то палочкой. Не линейкой шили, а вот этой палочкой. И они измеряли этой палочкой. Размеры, то-то, то-то. И самое интересное, что заказы у них все время шли к ним. Потому что тот, кто мерял линейкой, он умертвлял одежду. Умертвлял. Потому что одежда для нас является не только температурным фактором. а не только красоты, а еще как оберегает сейчас снова. И если он перемерил нашу одежду, как бы, ну, этой измерительной системы другой, то твоя одежда живо-я.